Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Мы начинаем наш очередной вебинар, и сегодня у нас в гостях Юрий Майский, который у нас уже несколько раз был в качестве спикера. Сегодня его вебинар, который называется «Скрипты и выразительность преподавателя» или «Как не убить интерес к вебинару». Но прежде чем предоставить слово Юрию, я, как всегда, хотел бы обратить внимание на несколько полезных ссылок, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на сайт Директ-Академии, ее расписание. В нашем расписании вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, как текущей недели, так и до конца нашего учебного года, почти до июля месяца. И зарегистрироваться можно на каждое из них беспрепятственно, все вебинары бесплатно, как вы знаете, регистрация открыта. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютубе, на котором расположены записи уже почти 450 наших вебинаров. И запись этого вебинара тоже ведется. И, надеюсь, уже сегодня вечером будет представлена на нашем видеоканале. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-обучения. И там представлены наши предложения по 10 курсам. Для тех, кто хочет учиться дистанционно, вот эта страница. Кстати, один из курсов мы открыли вчера. И следующий курс, курс «Марина Орешка» будет открыт 3 апреля. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, на которой можно приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара. И в конце чата я хотел бы вам представить 3 следующих наших вебинара. Первый из них пройдет завтра, в пятницу. Вести его будет Татьяна Телегина. Называется он «Полезные ресурсы и сервисы для индексации, составления и оформления библиографических описаний и ссылок». Татьяна, напомню, наша постоянная ведущая. Уже в понедельник, 18 марта, Наталья Логачева, также наша постоянная ведущая, проведет свой очередной вебинар из цикла вебинаров про диссертации. Подготовку диссертации. «Авторское или чужое? Правильное цитирование. Как не создать плагиат? Статье и диссертации». Ну и, наконец, 19 марта, также в 12 часов, это будет вторник, Константин Николаевич Костюк проведет перенесенный и переименованный вебинар, который должен был состояться вчера. состоится он 19-го, под названием «Философия новых медиа. Представляем новый онлайн-курс». Насколько я понимаю, Константин Николаевич хочет представить свой новый курс, свои идеи по новому онлайн-курсу. Вот у меня все, друзья. Я передаю слово Юрию для проведения сегодняшнего мероприятия. Юрий, прошу на связь. Да, на связи. Город Жуковск, Московия. Здравствуйте все. Рад видеть и слышать виртуально всех знакомых и незнакомых, кто сегодня пришел. Спасибо большое, что уделили время. Я хочу сегодня поговорить о своем опыте введения вебинаров. Я тут посчитал, что у меня уже 10 лет введения вебинаров за плечами и 6 лет постоянной работы с видеокамерой, с видеокурсами. Есть достаточно большой опыт, которым нужно делиться. А меня навела на мысль провести такой вебинар Татьяны Телегина, ее прошлом вебинаре «Ошибки вебинариста». Я столкнулся, к большому моему сожалению, с несколькими вебинарами не так давно, где были допущены грубейшие ошибки, которые привели к затягиванию и, в общем, скучности этих вебинаров. Я бы вот даже так сказал. Поэтому я сегодня попробую понять для себя, может быть, для вас, что такое скрипты ведущего вебинара. В моем понимании, скрипт – это, по большому счету, сценарий последовательности действий. Никакого отношения к программированию это не имеет. И я задену свой конек, любимую свою тему – это выразительность. Не секрет, что вебинары очень часто скучны только потому, что голос ведущего неинтересен. Тема интересна, а то, как он говорит, это нудно, скучно и никому неинтересно. Поэтому я немножко порассуждаю и на эту тему, и покажу некоторые упражнения, которые могут расцветить вашу речь. Первое скрипты ведущего. Повторюсь, все это мой личный опыт. Его можно брать, его можно игнорировать. Это на выбор слушателя. Но для меня очень важно при выходе в эфир, в любой эфир и даже на любом очном мероприятии, как меня увидят, услышат, какое впечатление я создам. Встречают ведь по одежке. По большому счету, подготовка к вебинару и то, как ведущий себя представляет, представляет свои материалы – это его одежка. Второе. Есть стандартные вещи, на которые жалко тратить время. В частности, опросы, в частности, ответы на вопросы, прочитать вопрос, переключить экран, поприветствовать всех, попрощаться. Если у вас здесь не будут подготовлены какие-то слайды, какие-то свои сценарии, вот этих стандартных вещей, вы будете терять время. Я проанализировал свой опыт и некоторые свои выводы представлю. Начнем с приветствия, потому что каждый раз, входя в веб-комнату, приветствую всех слушателей, надо рассказать. И как господин Велюров, товарищ Велюров, простите, пел, надо рассказать всем, кто ты, зачем и почему. Поэтому должна быть обязательно страничка, которая представляет себя с той стороны, которая непосредственно касается данного сегодняшнего занятия. Вот такой мой опыт есть, вот такие у меня есть не то чтобы регалии, но некоторые заслуги, почему я занимаюсь, собственно, публичной речью. И рассказываю это и о научных занятиях, и в эфире, вот в данном случае, Директ Академии. Я немножко остановлюсь на этом слайде. Конечно, этот слайд должен стоять в самом начале. Это я его поставил немножко уже вовнутрь, чуть-чуть подальше, для того, чтобы показать, как я вижу свою визитную карточку. Каждый, наверное, видит свою визитную карточку по-своему, но она должна быть готова, она должна быть хорошо читаема, и она должна представлять ведущего вебинара непосредственно, сопоставлять ведущего вебинара с темой, которую он представляет. Попрощаться тоже надо уметь. Как всегда, вебинар у нас это какое-то продвиженческое мероприятие, без этого оно никак. Мы же хотим, чтобы к нам потом обратились, чтобы нас потом купили, по большому счету, ну в каком-то смысле. Поэтому обратная связь, как связаться, как договориться, как впечатление высказать, это обязательно должно быть. И, опять же, в зависимости от цели вебинара, разные могут быть ссылки, разные могут быть координаты, разные могут быть адреса. Здесь нужно очень тщательно подходить к выбору той информации, которую вы на таком слайде будете выдавать. Чем четче вы это сделаете, тем меньше времени потом потребуется вашим будущим контрагентам, может быть, для того, чтобы вас достать, вас найти, с вами связаться. Кстати, все материалы этой презентации есть в материалах нашего вебинара. То есть и презентация есть под папочкой, под иконкой ресурсов вверху экрана. А еще есть там один текст, который я предложу в самом конце нашего сегодняшнего вебинара использовать как тренировку. Его тоже можно скачать. Уважаемые слушатели, а скажите, пожалуйста, если вы видите вебинары, как часто вы используете вебинары на вебинарах опросы? Вот ответьте мне, пожалуйста, опрос должен быть сейчас виден вам, да? Да, виден, я вижу, что поступают ответы. Посмотрите, я минимально сейчас отвлекся на то, чтобы этот опрос включить. Буквально два раза или три раза я отвел взгляд от глазка веб-камеры и сделал буквально три клика. Я нажал на кнопочку «Опросы», нажал на кнопочку «Запустить опрос» и немножко в сторону, чтобы мне было удобнее, отодвинул окошко вопросов. Опять же, я хочу это связать с минимизацией времени. Настолько, насколько вы владеете веб-комнатой, настолько у вас будет эффективное использование вебинарного времени. Как правило, вебинар час, и в этот час мы хотим впихнуть невпихуемое, как правило. Поэтому надо минимизировать время. Вот четкие, точные действия. Знать нужно, где, какая кнопка, где опрос. Опрос должен быть подготовлен заранее, это понятно. Он должен быть проверен, что он включается. Не жалеть времени на подготовку. Потом, во время вебинара, это у вас приведет к минимизации вашего времени. Если все ответили, нет, не все ответили. У нас 21 участник. Я вот тоже отвечу. 21 участника, ответил всего 8 человек. Я могу оставить, конечно, если хотите. Никогда. Никогда. Давайте еще две минутки буквально, а я немножко проговорю следующую свою идею, следующую свою мысль. Если вам необходимо что-то показать в чате, какую-то информацию вы хотите выдать в эфир. Как там, какой-то вопрос? Вариант, когда надо. Лен, ну, что могу сказать? Я же говорю, как часто, а не когда надо. Хороший, наверное, был бы вариант. Наверное, потому что мне, может быть, не так часто надо. Возможно, он у меня из-за этого, возможно, у меня из-за этого и не был такого вот варианта. Да, вполне возможно. Повторюсь, это мой опыт. Я сейчас этим опросом показываю технику, в каком-то смысле, скорости, как быстро сделать. Это другая немножко задача. Давайте я остановлю опрос. Давайте я покажу результаты. Я надеюсь, что результаты видны. Ну, иногда это то же самое, что редко, на мой взгляд. Каждый раз три человека, редко семь и никогда один. Закрою окошко. Это скорее демонстрация. Демонстрация техники, которая у нас с вами под рукой есть. Что и как можно делать и как можно более эффективно, я считаю, это надо делать. Вопросы для чата мы очень часто задаем в эфире. Очень любим мы это задавать, вопросы в эфире. Но при этом бывает так, что нас не слышно. Бывает ведь так, что нас не слышно. А мы задаем, задаем вопросы. Поэтому под рукой у меня всегда на заметке, на экране те фразы, которые я хочу в течение вебинара отправить в чат. Я очень быстро такую фразу могу скопировать и в чат отправить. Вот хорошо меня слышно? Я ведь не задавал этого вопроса в самом начале вебинара. Все ли меня хорошо слышат? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Это тоже обычай ведущих вебинаров, правильно? Поэтому каждому овощу свое время. Мне необходимо было это задать в самом начале, этот вопрос в самом начале вебинара. Но, поскольку не было никаких нареканий, я фактически сэкономил на этом. Прав я или нет, это уже нас должны, меня должны рассудить вы. Но если меня все время хорошо слышно и у ни у кого не было проблем со звуком, значит и вопрос можно было не задавать. Но, тем не менее, если есть необходимость, есть вопрос такой на заметке на экране, и тут же я его могу очень быстро отправить в чат. Ответы на вопросы в чате. Вот здесь очень интересно всегда. Да, я, поскольку работаю с камерой очень много, я уже привык глядеть в глазок камеры, не отводить взгляд. Я помню ту замечательную совершенно дискуссию на летней школе. Оппонентом выступал в основном Владимир Наумов, который говорил, что невозможно смотреть все время в глазок камеры, все равно взгляд будет гулять. И это физиология. Чат не видно, Вячеслав Александрович, но чат это должно быть видно. У нас комната с чатом. Я думаю, что это просто установки. Может быть нужно приподнять границу окошка вверх. Можно список участников убрать. Скорее всего одно окошко надвинуто на другое. Посмотрите, пожалуйста. На гаджете может быть не видно. Да, там надо включать. На гаджете всегда надо включать чат отдельно. Так вот, я возвращаюсь к взгляду на экран. Я хочу посмотреть на экран, но я отвлекаюсь от веб-камеры. И это, я считаю, негативно влияет на восприятие меня слушателями. Мое глубочайшее убеждение, что нужно смотреть в камеру практически все время. Независимо от того, что там у вас мелькает, что у вас там на экране. Презентацию вы всегда знаете. Краем глаза, боковым зрением видно, что там. А читать с экрана, ну это совсем дурной тон. Если мне нужно посмотреть какой-то вопрос. Да, я увеличу сам чат. Сейчас я вот отвлекусь и просто раздвину. И буду просто бросать глаз, взгляд на этот чат. И таким образом быстро выхватывать вопрос. Вячеслав Александрович, спасибо сказал. На здоровье, Вячеслав Александрович. Самое главное, почему я пишу ближе, еще ближе. Чат должен быть очень крупным. Когда вы его читаете, чтобы не отвлекаться много. Сильно не отвлекаться на него. Поэтому очень многие любят вот так сделать. Раз, 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 раз. Извините, на экране не очень хорошая картинка. Лицезреть злоб, лицезреть лоб ведущего, ну не совсем хорошо. Поэтому, либо крупнее шрифт надо сделать, либо может быть монитор взять покрупнее. Наверное, возможно, какие-то варианты. Об этом надо всегда задумываться. Как вы будете выглядеть на экранчике у ваших слушателей. Почему камеры снизу вверх, чтобы смотреть на слушателей, снизу вверх, вниз. Ирина Анатольевна, нет, к сожалению, здесь у меня сейчас тоже ноутбук стоит чуть-чуть ниже, чем я сижу. Я могу, конечно, опустить чуть-чуть кресло, и буду почти вровень с камерой. Ну и я еще держу голову прямо, как я привык. Если я ее немножко наклоню, вот так будет, наверное, ровно. Практически буду сейчас, сейчас смотрю непосредственно в камеру. Список никому не мешает, наоборот, предоставляет к творчеству. Ну, наверное, если имеется в виду список участников. Вообще, расположение камеры относительно физиономии ведущего тоже значимая вещь. Я предпочитаю всегда вести вебинары 100, это сегодня исключительный случай сидя. И я ставлю обычно на монитор камеру сверху, который стоит практически тоже вровень с моими глазами. Я стараюсь, чтобы камера всегда была даже чуть-чуть выше, чем мой лоб расположен. Приключение экранов, честно говоря, редко использую. Но иногда требуется показать какое-то видео. Требуется показать какие-то, может быть, какие-то картинки, не связанные с презентацией. Может быть, и рабочий стол. Здесь нужно каждый раз тренироваться в каждом конкретном веб-классе, который вы используете, как происходит это переключение. Минимизация времени здесь, на мой взгляд, опять же, ключевой фактор. Чтобы знать, куда, как кликнуть, нужно доработать, наверное, свои движения до автоматизма. У меня с этим есть проблемы, я признаюсь. Я достаточно долго начинаю переключать, особенно если какой-то веб-класс новый совсем. Не всегда есть время потренироваться. Поэтому тренировка, тренировка и еще раз тренировка. Скрипты, сценарии своего занятия нужно делать обязательно. Я очень редко прописываю вот эти сценарии. Я в основном все держу в голове. Но вот сегодня, например, у меня на заметочке отдельно совершенно есть подсказки к каждому слайду, что я должен делать, что я должен, может, даже говорить, какие-то ключевые слова. И вот это тот мой скрипт, который я сегодня стараюсь выполнять. Это у меня заметка на втором экране, вот здесь у меня справа. И есть такое приложение Notes в заметке. Я очень много с заметками работаю. У меня очень много этих заметок на экране. Я их могу сказать, могу показать. Могу вывести ту, которая мне нужна, наверх. Я их никогда не уничтожаю практически. Они у меня постоянно висят. Так вот, вот такой список действий на каждый слайд отдельно от экрана, где у вас веб-класс, полезно иметь. Вообще второй экран, второй монитор полезно иметь всегда. Да, очень удобно. Музафир Мусаевич, какой-то сбой у вас произошел. Не очень понятно, что это такое. Попробуйте просто обновить, может быть, зайти в комнату заново. Здесь мне трудно сказать, что там такое. Ну и я теперь перейду к своему любимому, к выразительности. Я очень не люблю монотонные какие-то изложения текстов, какие-то монотонные и неживые монологи. Ведущий вебинар фактически произносит монолог. И это надо учитывать при подготовке своей речи, при подготовке презентации, при подготовке комментариев. Здесь есть два фактора. Ну, голос, дыхание, это все понятно. Я всегда настаиваю на двух вещах. Во-первых, темп изложения должен быть не очень высоким. В противном случае у нас получается какой-то обиходный разговор. Какая-то эмоциональная окраска, которая не позволяет, может быть, до конца понять, что произносит ведущий вебинар. Хорошо тем, у кого голос низкий. Они от природы говорят чуть-чуть медленнее. Ну, так природа захотела. Кому какое дело. А я обладатель высокого голоса, и у меня по натуре всегда очень быстрая речь, быстрый разговор. И медленное произношение я в себе вырабатывал. Конечно, это требовало определенного времени. Есть очень хороший индикатор. Посчитать время, за которое вы проговорите 600 символов. Для нормальной речи ведущего это должно быть 1 минута. 600 символов 60 секунд. Попробуйте засеять сейчас время. Возьмите, пожалуйста, смартфон или у кого-то есть, может быть, секундомер. А я прочитаю вот этот текст. Почему говорю текст? Потому что заглавие и фамилия автора тоже входят в 600 символов. Поэтому будет не только стихотворение. Если кто-то засек, хорошо. А я попробую, не засекая. Я только лишь посмотрю на часы, которые у меня тут внизу тикают. В пастернак никого не будет в доме. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме незадернутых гордин. Только белых мокрых комьев быстрый промельк маховой. Только крыши, снег и... Кроме крыши снега никого. И опять зачертит иней, и опять завертит мной Прошлогодное уныние и дела зимы иной, И опять хокольнув до ныне неотпущенной виной, И окно по крестовине сдавит голос дровяной. Но нежданно по портьере пробежит вторженье дрожь. Тишину шагами меря ты как в будущность войдешь. Ты появишься у двери в чем-то белом, без причуд, В чем-то впрямь из тех материй, из которых хлопья шьют. Стоп. Ну, мне трудно сказать. Примерно минута, наверное, есть. Я сделал несколько ошибок. Я сбился. Я заранее не читал, я не вспоминал этот текст. Меньше минуты. Намного меньше минуты. Намного меньше минуты. Вот интересно. На пять секунд. Ну, плюс-минус 10% это в пределах возможного. То есть, плюс-минус 6 секунд. Потому что может где-то ускоряться темп, где-то замедляться. Я сделал несколько ошибок, к сожалению. Но я читал этот текст как будто бы с листа. Я его заранее не готовил, не тренировал. Поэтому делаю вывод. Немножко надо некоторое звукосочетание повторить. Где-то я запнулся, а где-то я не обратил внимания на какие-то знаки припинания. Про знаки припинания скажу позже. Это тоже скрипт, который необходимо обязательно использовать, учитывать, творить. Вы, наверное, заметили, что я постарался на знаках припинания где-то вверх уходить, где-то вниз. И это вот та интонация, которая задается автором текста. Теми самыми знаками припинания. Кроме того, в каждой, филологи, наверное, меня поддержат, я очень надеюсь, в каждом фразе у нас может быть только одно ударное слово. И оно является самым значимым. Как правило, это ударное слово, значимое слово ставится в конце. Не всегда, но как правило. Хотя могут быть варианты, мы их сейчас увидим. Есть центральный тон нашего разговора, обычный. И есть какая-то эмоция, которую мы выражаем повышением тона. Есть эмоция, которую мы выражаем понижением тона. Сделав добро, не хвались. На ударном слове мы всегда делаем перепад. Я понижаю тон голоса на ударном слове. Сравните. Я понижаю тон голоса на ударном слове. Сравните. Я понижаю тон голоса на ударном слове. Сравните. Я понижаю тон голоса на ударном слове. Несколько вариантов, но разное значение в одной и той же фразе. Поэтому, когда вы конструируете свою речь, заранее продумывайте ключевые слова. Как только ключевые слова вы будете, может быть, вынести в свой скрипт, так вы будете сразу строить фразу с тем смыслом, с той необходимостью, которая коррелирует с тем, что вы хотите представить аудитории, представить публике. Попробуйте прочитать. Евгения Юрьевна, я, да, наверное, это так. Я не специалист-филолог. Я основываюсь на некоторых книгах. В данном случае у меня есть примеры из нескольких книг, и я в конце дам библиографию, естественно. Я не помню, какие интенсионные конструкции, но я, наверное, все-таки правильно. Один, одно ударное слово во фразе. Не может быть два, не может быть три. Так же, как один ударный слог в слове. Правильно? Так вот, попробуйте прочитать одну и ту же фразу с разным ударением. Разный, получается, смысл. Да, это основа, это ноты, но далеко не все задумываются об этом, далеко не все знают и далеко не все используют. А поскольку ведущий преподаватель, ведущий вебинара, это человек публичный, он выходит на аудиторию с какой-то речью, этой музыкой он должен владеть. Поэтому вот такие есть упражнения, которые позволят, во-первых, развить свой диапазон музыкальный. Блок король и маг пророка, рок и боль венчают блока. Речь она музыкальная, у меня здесь даже проставлены ноты, я проверял себя, на каких я нотах проговариваю эту фразу. Я могу чуть выше, чуть ниже, неважно, важно, что я в октаву эту фразу говорю. Блок король и маг пророка, рок и боль венчают блока. Не у всех сразу получается проговорить с такой интонацией, с таким интервалом музыкальным. Не далее, как в этом месяце у меня был опыт тренерства в публичном выступлении для конкурса, и мы с подопечным пойдем дальше уже на московский конкурс. И одна из основ нашей подготовки – это речевая интонация. Для того, чтобы развить в себе речевую интонацию, я предложу несколько разных упражнений, которые дает Совко в своей книге, петербургская ленинградская преподавательница, автор методики. Я очень люблю ее упражнения, всегда на тренингах и на занятиях даю ей эту методику. Если у вас есть некоторые проблемы с отождествлением своих интервалов речи, речевых интервалов, речь идет о музыкальных интервалах, конечно. Если кто не знает, полтона, интервал минимальный, между двумя клавишами фортепьяно, белое-черное, черное-белое, где-то между двумя белыми клавишами, то есть между двумя соседними клавишами – это полтона. Так вот, по полтона давайте попробуем прочитать. Бессильный, бледный, худой от глада, жажда и страдания. Но ведь эту же фразу можно и по тонам пройтись, а можно даже больше, если получится, если диапазона вашего хватит. Хорошее упражнение на ощущение, самоощущение вашего полутона, «Бессильный, бледный и худой от глада, жажды и страдания». Но заметьте, как здесь написано, вот такой ход по полтону – это жалостливость, это некоторое соболезнование, это эмоция. Оттренировав себе вот эти полтончика, можно оттренировать сразу и определенную эмоцию, которую вы можете вкладывать в ваш текст, в вашу речь. Спокойствие – это секунда, терция, если говорить об интервалах, скажи, которая, Татьяна? Мы ведем сейчас урок. Секунда, терция. Но если мы возбуждены, если у нас более… Я пропущу этот слайд, тут тоже терция. Если у нас более серьезная какая-то эмоция, мы уже в квинты уходим. Достаточно большой интервал. Я не держу тебя, но где свои проводишь вечера? Неужто ты влюблен в меньшую? Как только ловишь кураж, темп возрастает. Возможно. Но на то и искусство владения речью, чтобы на кураже темп не увеличивать. Вернее, управлять темпом. Потому что темп – это ведь тоже передача некоторой эмоции, это передача энергии. Так можно эмоциональным состоянием публики управлять. Вспомните нашумевшие выступления инфобизнесменов. Там на интенсивности, на смене темпа очень много работает. Легче выразить эмоцию, чем разобрать эмоцию, чем разобрать эмоцию. Я транслирую опыт вокальный на речь. Это нормально. Разный темперамент. Конечно, разный темперамент. У каждого разный темперамент. Но спикер не может отгораживаться от аудитории своим темпераментом. Потому что темперамент у аудитории у всех разный. Если вы посмотрите на любого актера, который выходит на сцену, то независимо от того темперамента, который присущ этому актеру в жизни, на сцене темперамент может быть совершенно другой. На то и перевоплощение. Я не хочу призывать вас актерствовать. Я не хочу говорить, что спикер должен перевоплощаться. Но спикер должен учитывать темперамент свой и темперамент публики. Где-то он должен попадать в резонанс со всеми. Это задача. Особенно через веб-камеру. Да. Но хочешь не хочешь, надо стараться это делать. Иначе не заведешь аудиторию. Честно говоря, я стараюсь говорить сейчас немного размеренно, медленно, может быть немножко монотонно, с моей точки зрения, на мой слух. И я не очень доволен этим. Конечно, нравятся разные актеры. Но если вы актер, вам, у вас задача понравится всем, по большому счету. Поэтому нужно уметь перевоплощаться. Поэтому каждому спикеру надо уметь перевоплощаться. Другие типы никуда не деться. В октава. Октава это у нас супер эмоция. Димитрия? Как? Этого младенца? Вплоть до истерики. Помилуй. И тебе не трудно там каждый вечер убивать? Вспомните, хорошенькое дело, подкидыш, да, Рина Зеленая, который придумал эту вообще фактически всю роль. Если нам нужно возбудить кого-то, или если нам нужно поистерить, мы тогда начинаем повышать тон. Недаром говорят, успокойся. На тон ниже. На тон меньше. Убавь тон. Убавь тон. Убавь тон это не громкость, это, говори, ниже. Почему? Потому что любое понижение, это успокоение. Это положительность. Это в каком-то смысле даже интим. Это где-то приказ. Это где-то угроза. Нет, вы должны. Нет, вы должны. Нет, вы должны. Это закон. Нет, вы должны. Иначе расстрял. Давлю на тормоза? В принципе, давлю на тормоза. Сейчас, сегодня, возможно. Но это лишь прием, потому что мне необходимо, может быть, свое какое-то внутреннее состояние привести к нормальному ведению вебинара. Сейчас, сегодня, я понимаю, возможно, это показатель моего внутреннего состояния. Мне необходимо вот так сейчас. Для того, чтобы свою интонацию потренировать, есть замечательные упражнения, я уже сказал, вот одно из них. Здесь ступеньками фраза написана. Каждая ступенька, это определенный интервал. Интервалы можно выбирать. Можно по полутонам идти. А можно уходить полтона. Потом секунду. Потом терцию. С травы на трап, с трапа на траву. С травы на трап, с трапа на траву. С травы на трап, с трапа на траву. Для того, чтобы тренировать свою интонацию, Вот как, прошу прощения, как Евгения Юрьевна сказал, не знаете нот, но можно этими упражнениями отрегулировать свои, так, у меня что-то в другую сторону все поехало, прошу прощения, можно отрегулировать тон своей речи, не зная нот. Да, чем выше, тем быстрее, это у нас, в нас так заложено природой, но при этом можно говорить высоко, но достаточно медленно, это требует усилия, это требует определенного дыхательного упражнения, но это можно. Точно так же можно и внизу говорить, не обязательно медленно, но низко, но быстро, потому что вам нужно донести какую-то важную информацию, но эту информацию необходимо, чтобы воспринимали доверительно, а низкий тон, он добавляет доверие. Это тренируется. Мы по Лермонту ходили вверх, здесь я предлагаю вверх и вниз по полутонам просто по лесенке походить. И первый этаж, и второй этаж, и третий этаж, и четвёртый этаж, и пятый этаж, и шестой этаж, и шестой этаж, и пятый этаж, и четвёртый этаж, и третий этаж, и второй этаж, и первый этаж. Потом в подвал пошли. Что хорошо, в этом упражнении надо постараться всю эту лестнику проговорить на одном выдохе. Попробовать поэкономить выдох. Это также хорошее дыхательное упражнение. Ну и вот мое любимое, разбег, прыжок, и вот лечу, голосовой загиб кручу. Теперь мне надо опуститься, чтобы ставить точку научиться. А почему ставить точку? Достаточно просто. Есть и коря интонационные, которые заставляют нас повышать или понижать тон. Поэтому, как часто вы или ведущие, которых вы наблюдали, и вообще любые спикеры, заканчивая мысль, вдруг поднимали хвост фразы вверх и опять говорили и то-то-то-то-то-то-то, и то-то-то-то-то, и то-то-то-то-то, и они уже захлебываются, уже не знают, что сказать. Потому что мысль давно закончилась, а они интонационно заставляют себя продолжать. Ошибка. Интонационная ошибка, которая требует коррекции своей речи, как это сделать. Каждый раз, когда вы заканчиваете мысль, ставьте точку, заканчивайте, опускайте вниз ваш тон. И это можно делать каждый раз через слово, через предложение, через мысль. И не продолжать никогда, и не повторять ошибок, и не делать ошибок заново, 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 а заканчивать, ставить точку. Для этого надо брать текст, какую-либо лучше хорошую литературу, и читать, и учитывать знаки препинания. Если у нас запятая стоит, это всегда продолжение, это всегда повышение тона. Если вы заметили, я когда читал стихотворение Пастернака, всегда на запятой я поднимал тон своего голоса. Не всегда это было логично, с моей точки зрения. Может быть, с вашей точки зрения, но это запятая авторская, так автор написал. Это те интонационные знаки, которые автор нам поставил. Если вы почитаете любую литературу, хорошую литературу, по знакам препинания, для вас откроются другие смыслы. Не те, к которым вы привыкли. Попробуйте. Вот интересно, что филологи наши, кто у нас сегодня в чате есть, скажут. Подтвердят или не подтвердят мои слова? Но я ведь тоже основываюсь на литературе, я ведь основываюсь и на опыте, я ведь основываюсь на опыте в каком-то смысле поколения. И далее, понятно, что если вопросительный знак, должно быть одно вопросительное слово, оно не обязательно в конце. Вы были сегодня в городе? 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 Разный вопрос, разная интонация, но везде повышение на вопросительном слове. Двоеточие. Продолжение, может быть понижение, может быть повышение. Восклицательный знак всегда повышение, потому что это у нас усиление звука, это у нас что-то чувственное. Двоеточие. Скобки или выделение кавычками, как правило, у нас все-таки понижение тона. Это какой-то внутренний смысл, какое-то пояснение, опять же, некая доверительность. Ну и союзы, перед которыми всегда должна быть пауза, тоже надо это иметь в виду. Я в наши с вами ресурсы положил файлик с текстом, отрывком из романа Гузели Яхиной «Дети солнца». Этот текст был в прошлом году одним из вариантов тотального диктанта. В этом смысле этот текст показателен, он интересен интонационно, я считаю. Я его использую в тренингах своих. Попробуйте, скачайте себе этот текст и попробуйте по этим правилам, которые я взял у Сергея Волконского, прочитать. Если вы понимаете, что нужно вверх фразу кинуть, поставьте стрелочку вверх. Если вниз, значит вниз. Если нужно запятать перепад тона, причем, Елена Юрьевна, не просто запятать перепад тона, а вверх всегда. Вот здесь я... Не бывает практически никогда на запятой вниз. Потому что это продолжение. Школьники принимают голоса вверх, прерываются вверх, на высоких тонах. Ничего страшного, все нормально. Вы знаете, у меня была замечательная учительница биологии. У нее был замечательный грудной голос, низкий. Ее всегда слушали практически завороженно. А голос был низкий, и она очень спокойно всегда говорила. Поэтому я не согласен, что только высокий голос нормально. Высокий голос всегда немножко истеричный. Ощущение истерики. Ну, по крайней мере, у меня точно всегда было такое впечатление. Поэтому, если вы хотите, если я хочу, чтобы моя речь доходила до мозгов слушателя, я хочу, чтобы мне доверяли. А доверие можно вызвать более низкой интонации. Я считаю... Нет, не нормально. Ну, правильно, студенты уже сформировавшиеся люди. У них уже есть определенные... Слуховые различия определенные. Уже воспитанные слуховые различия. Выразительность – это скрипт. Каждая речь, каждый текст, который вы готовите, будете ли вы его читать, будете ли вы произносить, заучите ли вы его, или же будете из головы сочинять, вот как я сейчас это делаю. Обязательно тренировка. Всегда есть ключевые слова, на которых нужно делать какие-то ударения, паузы. Всегда есть какие-то значимые фразы, которые обязательно нужно проговорить. Это всегда можно вынести в заметки. Это можно всегда вынести на какой-нибудь планшет. Это всегда можно вынести на заметки в презентации, если это у нас PowerPoint с вами. И тренировка, она обязательно проговорить важные вещи обязательно. Не поверите, я сегодня спал и проговаривал какие-то элементы сегодняшнего вебинара. Прямо какие-то вот фразы. И они у меня действительно в этот вебинар вошли. Текст для чтения, повторюсь, можете взять в ресурсах сегодняшнего нашего вебинара. Вот литература, которую я всем всегда рекомендую. Я ее использую. Что-то можно купить в магазинах, что-то можно скачать в интернете, что-то нельзя найти принципиально, потому что, например, в Совковой книге в печатном виде давно не издавались. Где-то, наверное, можно скачать в интернет-варианте, в электронном варианте. Но это тоже надо поискать. Очень рекомендую книгу Волконского. Она, как правило, сейчас продается в репринтном издании, в старой русской грамматике и написании. Немножко трудно к восприятию, но зато, когда вчитываешься в текст медленно, то получаешь действительно наслаждение. Там основой идет актерское мастерство. Там идет обращение к музыке, безусловно, и оттуда музыка слова. Некоторые упражнения я взял как раз оттуда. Ну и замечательный педагог Евгения Шестакова, петербургская, ленинградская, петербургская, наверное, педагог. Я у нее тоже учился. У нее несколько книг есть. Очень рекомендую. Готов ответить на вопросы, поскольку кувшин моих сегодняшних мыслей показывает дно. Но чем-то я могу, наверное, поделиться. Пожалуйста, задавайте вопросы. Вот теперь я смогу отвлечься от черного глазка камеры, обратиться к нашему чату и к вашим вопросам. Ну и свои контакты для обратной связи. Свои контакты для обратной связи я обязательно дам в чате сейчас. Такая заготовка у меня есть. Готов общаться очно, заочно, на сайтах, в фейсбуке. Добро пожаловать. Сайт свой тварю, потихонечку. Надеюсь, что скоро заработает в полной мере. Ну, вопросы давайте тоже в общем чате все-таки, а не в чате вопросов. Наверное, утомил своим монотонным сегодня звучанием. То, что мне не очень удалось, что называется, завести аудиторию, наверное. Если вопросов нет, передам тогда слово Павлу. Нет, не утомил, все правильно. Нет, я не напрашиваюсь на комплимент. Я достаточно трезво себя оцениваю. У меня есть свои критерии. Поскольку выступать приходится много, каждый раз себя оцениваю, получаю оценку внешнюю. Всегда делаю работу над ошибками. Мне очень не нравится тараторище ведущие, потому что это всегда утомительно. Вот как те самые студенты. Замечательно. Рад был всех увидеть, услышать. Вячеслав Александрович, мы как соседи вообще должны увидеться. Очень в конце концов, поскольку в соседних кварталах живем. Это для тех, кто не знает. В Минск очень надеюсь, Лен, все-таки приеду в этом году. Татьяна, пересечемся обязательно, это понятное дело. Спокойная речь легче. Да, конечно, я тоже так считаю. А как же, конечно. Со всеми другими рад буду встретиться, пересечься. Пишите, пожалуйста. Добавляйте в друзья, если хотите. Спрашивайте. Отвечу на вопросы обязательно. Спасибо большое за внимание. Я, к сожалению, немножко меньше времени, чем планировал, потратил. Как-то так быстро-быстро голодом по Европам получилось. Спасибо большое. Павел, передаю слово. Юрий, огромное спасибо. У нас целый класс вебинаров, на которые приходят всегда люди искушенные. Я почти всех наших участников хорошо знаю. Прекрасно. Я думаю, что это вебинары для определенного круга, и именно для этого круга они хороши. И прекрасно, что у нас существуют такие вебинары, наряду с вебинарами массовыми, куда приходит много незнакомых людей. Я, если честно, такие вебинары люблю гораздо больше. Хотя, как ведущий, не могу, наверное, ведущий всей Директ-Академии, не могу, наверное, так однозначно высказывать свое расположение к какому-то отдельному вебинару. Я знаю, что у Юры всегда прекрасно. Всегда есть о чем подумать и что использовать. Поэтому с удовольствием всегда будем видеть Юрия Майского у нас в Директ-Академии. Надеюсь, что продолжится наша совместная работа. Ну что ж, коллеги, всего доброго. Напоминаю, что Директ-Академия – это вебинары каждый день. Ну вот на этой неделе у нас случилось так, что всего три вебинара. Один вебинар был перенесен, одна была дырка в расписании. А так, в принципе, у нас по пять вебинаров каждую неделю. Приходите на наши вебинары, будет интересно. На следующей неделе будут новые интересные слушатели. Но у нас вообще-то еще и неделя не закончилась, еще и завтра будет у нас вебинар Татьяны Телегиной. Так что приходите, до новых встреч в Директ-Академии. До свидания. Презентация есть в общедоступных ресурсах. Пожалуйста, скачивайте, нажав на зеленую пиктограмму слева от названия.